сегодня мы начинаем учить недельную главу шмини 8 чем он называется недельная глава 8 что это за восьмой восьмой день это был день когда рожь ходашни сан это был день первый день месяца когда евреи построили мешкан и когда арон куэн пришел служить там службу то есть первый день когда была служба в передвижном храме мешкань до этого в течение семи дней уже рабаину собирала разбирал хра разбирал этот мешкан я буду говорить мешкан передвижной храм он собирал и разбирал и выступал в роли куэнга доля в роли первосвященника это был тот первый день когда арона куэн выступил в роли первосвященник вот начинается глава со слов вайги боем ашмини и было на восьмой день наши мудрецы говорят что всегда бояги и было это язык печали ну что за язык печали давайте посмотрим источники какие какой язык печали ну в первую очередь мы видим что всюду в торе когда заканчивается день и был вечер и было утро день один и был вечер и было утро день 2 так бояги и был чему это язык печали мир создан материальный мир он создан несовершенно то есть для того чтобы получить хлеб мы должны выращивать пшеницу потом не должно быть волну войны на украине мы то мы должны ее продать мы должны обработать только после этого у нас получается хлеб мир создан материальном смысле несовершенным поэтому вайги язык это язык печали почему вайги ор и был свет почему написано там мои и был свет и стал свет потому что тот свет о котором написано при шести днях творения это свет который всевышний спрятал спрятал для цедаким для праведника будущем мире и это не тот свет который был создан изначально и это тоже язык печали написано в торе бояги бимей амрафель и было в дни амрафеля о чем рассказывает тор об этом бои и и было то рассказывает нам о том что была война между четырьмя и пятью царями и четыре царя возглавлял амрафель это был ним рад который воевал с пятью царями первая так называемая мировая война в истории человечества на на произошло не в 1514 мы думаем она произошла уже в начале когда был абрам зачем зачем ним рот воевал с абрамом а чем ним рот воевал с пятью царями у него было желание захватить в плен лота для того чтобы абрам вступил в войну и убить абрама это была цель ним рода мои биме ахаз и было дни ахаза так рассказывает нам тонах рассказывать нам тонах времена царя ахаза что было времена царя ахаза царь ахаз был большой злодей то есть эти сталинские понты закрыть все школы и синагоги еврейские чтобы дети не учили тору и спрятать сепер торы это не новая вещь это делал еврейский царь ахаз и он говорил так если дети не будут учить тору тогда не поймут гемару когда вырастут и поймут гемару не будут учителей тора будет забыто не будет козлят не будет козлов не будет стада не будет пастуха мог уйдет так говорил ахаз злодей царь злодей которые хотел уничтожить тору в еврейском народе конечно понятно что у него ничего не получилось потому что у нас есть обещание в торе что тора не будет забыть тем не менее прав элханан ва сарман за царь зи хронут сады когда ушли бараха пишет в своей статье что он задает вопрос что важнее земля израиля или тора он пишет что мы были две тысячи лет без земли израиля жили вне израиля и но оставались евреями он говорит посмотрите что стало советскими евреями за 15 лет он пишет 15 после революции он пишет это в тридцатые годы скоро когда тора забывается это кошмар потому что тора забывается это означает что перестают соблюдать я перестают соблюдать и она является основой еврейского народа как бы бог не дай бог покидает написано вайги дмэй ахашвирош и было в дни ахашвироша это праздник порим который нас был совсем недавно пару дней назад так вот вот праздник порим и было вне хашвирош нависла страшная угроза над еврейским народом угроза уничтожения поэтому мигелат эстерф который кстати ни разу не упоминается имя всевышнего потому что с этого момента в еврейской истории начинается стара по ним скрытие лица всевышнего от евреев здесь так вот она начинается слов вайги и было вне хашвироша когда нависла страшная угроза над еврейским народом угроза уничтожения всего два раза в еврейской истории возникало над еврейским народом угроза уничтожения несмотря на то что были всевозможные антисемиты которые не любили евреев которые преследовали евреев была католическая церковь которая сжигала так называемых еретиков и при обжигала на костре но все равно у нее не было задачи и цели уничтожить еврейский народ задачи и цели не что эти еврейский народ было два раза в истории времена гитлера максимум зихро и во времена амана и машину зихро то есть мы читаем мигелат эстер что и окончание было одинаковым примерно 10 сыновей амана были повешены 10 нацистских преступников были повешены об этом даже намекается в мигла тесты о том что будут повешены намекается в трех маленьких буквах год когда были повешены 10 нацистских преступников байгибе мэй шафот шофтин тоже тонах книга шофтин книга судей и было когда судили судей кто-то утверждал что вы это всегда печаль это был рабешимой ваню спросили волну ну а что вы мои мои ор он ответил что свет был скрыт и был свет был скрыт вот по себе что во время судения судей дело в том что написано очень интересно на иврите написано вверхе дымей шафот шофтин когда судили судей то есть это означает не то что судьи судили а их судили было в то время когда люди для них не было говорится в перке вот что молись о благополучии верховной власти ибо если не страх перед ней люди живем всегда друг друга не только верховная власть судьи отрицетворяют верховной власти если люди начинают судить судей если человек судья говорит смотри у тебя соринка в глазу он ему отвечает пока вытащить бревно из твоего глаза то это конечно печаль это язык печали в те дни когда судили судей когда люди не слушали судей и тут есть еще одно удивительное место в торе самой торе вроде мы не можем сказать что-то язык печали на их и ашем им иосиф на я мацлех и был бог с юсифом и был он удачлив еще в какой же печаль и был бог с юсифом был он удачлив рассказывает с юсифом одном из 12 братьев который был в доме патифар что бог был с ним и он был удачлив но объяснять наш мудрец так что то что бог был с ними он был удачлив патифар облег его доверием и его жена подумала что сможет обольстить его потому что патифар не спрашиваю отчета за его дела можно объяснить так можно объяснить по-другому что из-за того что иосиф был мацлех удачлив тогда тогда из-за того что он был очень удачлив только тогда жена патифара подняла на него глаза потому что с чего вдруг знатная госпожа будет поднимать глаза на бедного раба только тогда когда у нас главе ловишь меня бои моем ашмини и было на 8 было на восьмой день написано повторить так и взяли сыновья ровно каждый свой собак и положили на него воскурение и приблизились и не перед богом чужой огонь который не заповедовал он и после этого написано в торе что вышел огонь и уничтожу на дома и объем уничтожил их тела так говорят наши мудрецы как будто электричеством их пронзила они упали замертво то есть тот день самый такой счастливый день как было освящение жертвенника умерли два сына рона надав и объяву очень много споров вызывает их смерть у наших мудрецов почему есть спорт сущности самого греха который они совершили в том что тора напрямую не пишет какой же грех они совершили точно также который пишет какой грех совершил муж и обойну за что он не зашел в землю израиля так мы можем судить что игре был очень тонким поэтому кто не описывает его то есть даже как грех муж рабе возникает вопрос в чем же был грех тора пишет только что они занесли чужой огонь так есть спор на тему того что это был за огонь или это был который то есть проблема была в огне или проблема была воскурение это один спор второй спор который говорит что причина была какая-то совсем внешняя не касающаяся не огня никто рыб мы будем говорить об этом чуть попозже что значит внешняя причина например огонь который горел в них неправедный огонь который горел надаве и объяву да то есть понимает это понимают это мудрецы которые так толкуют с точки зрения морали они с точки зрения буквально давайте вначале рассмотрим буквальную точку зрения которая говорит нам что они занесли чужой огонь какой-то чужой огонь они не занесли который им не я была заповедан почему у мудрецов вызывает такие споры потому что дело в том что в торе не было никакой заповеди насчет чужого огня до этого то как же они могли быть наказаны за то что не было заповедано им раньше человек не наказывается он только если он предупреждают его как адама решен был предупредел чтобы не есть от дерева добра и зла он поел до наказан почему же были наказаны дав и объяву если не было предупреждения хотя есть есть из-за этого есть комментаторы которые говорят что речь не идет о грехе который связан с торт или с огнем с с курением или с огнем речь идет о таком-то внешнем грехе а их идут их качествах их черта характера том что они не хотели жениться о том что есть мнение что они выпившие зашли в мешкам потому что после этого тура говорит нам что всевышний заповедал чтобы куаним не не выходи не выходили на службу служить богу выпив рвит 86 граммов вина значит если они выпили они уже не имеют право выходить на службу богу но тем не менее есть баль турим это стат который учат что был запрет так не делать потому что второе написано а широт свитил там что лет севал там что он не при дни не заповедовал не приказываем так делать то есть не приказывал их то им так делать можно понять что они все-таки нарушили запрет есть мнение которое говорит что так мы сказали что есть есть махлокет есть спор в том они занесли на самом деле чужой огонь или чужое воскурение эш-зара или кто редзара то есть они занесли чужой огонь или чужое воскурение по рожбам такой комментатор пшата торы внук раши в тот день не надо было зажигать огонь и бог хотел чтобы огонь был только с небес и не было им заповедано зажигать огонь то и зажгли они огонь который им не было заповедано зажигать всевышний хотел чтобы все видели что в это хотя не принято надеяться на чудо и в обычный день мы знаем что к ним зажигали огонь в первом храме не смотря то что огонь спускался с неба каждый день и пожирал жертвы несмотря на это в этот день они не должны были зажигать земной огонь то есть получается что был был запрет они нарушили запрет огня а никто это они воскурение другой комментатор хискунии говорит что принесли собственный кто рад они общественны что они принесли собственный кто рад собственное воскурение они общественное воскурение ну и в чем почему в этом проблема должны были принести общество и воскурение, то есть воскурение, которое было взято из общественных денег, то есть воскурение, которое принадлежало обществу, а не своё. А Барбанель, Дон Абарбанель, великий комментатор Торы, министр финансов Испании, который был изгнан вместе с евреями, ушёл вместе с евреями из Испании, он даёт несколько возможных грехов, которые они совершили в отношении Торет. Воскурения, то есть его мнение, что тоже, видимо, был грех не в огне, а в воскурении. первое мнение говорит так что каждый день приносили кто род в храме по аграла по жребию по ним бросали жребий кто в этот день принесет который кто-то день принесет воскурение но объем кипур один день в году приносил кто не было никого брал и не было никого жребия ем кипу приносил кто тор от воскурения только кутер первосвященник а этот день был как ем кипур вот это барба на это день освящения ишкана и они не могли в этот день принестиanne приходит потому что они не были кланенный не были первосвященниками в Denise元 preserving был арон единственный чей который мог принести который был этот день был арон такова мнения барбанеля одно изменено тему того что они были виноваты грехе что принести не тот кто от что они вообще не должны были приносить поскурение второе мнение он говорит об рваны в этот день были все работы на муж и обойну поэтому не они должны были принести а муж и 3 это противоречит тому что только что сказал что арон вступал на это был первый день когда муж и арон как бы служили одновременно же передавал функции коэнга доля арон третье который приносит только один коэн торт превоскрения приносит только один коэн а их было двое наконец по мнению ромба на начале над принести огонь а потом положить на бак торт сжечь огонь потом положить на и ускорение они сделали наоборот они начали принесли к торад сквозь а потом только зажигли на нем огонь есть еще мнение акидаты цфак такой комментатор тары который говорит что общение с умевались что огонь спустится с небес их есть и дает огонь такой взрыв и за это они были наказаны потому что огонь они не верили в то что огонь должен был спуститься с небес это мнение которые говорят о том которые буквально понимают то что написано в торе что они принесли чужой огонь или чужой который ключевое воскурение что речь шла шла об грехе которые они совершили именно конкретно с воскурением или с огнем есть еще мнение которые говорят так что огонь который они принесли чужой это не было связано не со скурением не с огнем огонь который они принесли с собой был огонь того что они не были женаты интересно что дачек не женат в нем горит огонь жена его тушит понемножку так вот почему они были не женаты они говорили так если наш отец коэнга доль наш дядя царь то какая невеста будет нам подходить если наш если наш отец коэнга который наш дядя царь разве есть это невеста которая по уровню поюхсин правдословной своей будет равна нам из гордыни они не женились и за это были наказаны так есть одно из объяснений объяснение говорит что когда что они преподали аллаху перед муж рабей ну то есть они принесли кто рад и хотя можно было им это сделать и ничего не было запретного но из-за того что они должны были спросить у муж рабей ну и не спросили за это они были виноваты смертельным грехом из мнения что когда было за ровно тора написано что всевышний да сделал ограждение для тех кто стоял там вот сюда может подойти арон вот сюда вот вот сюда может пройти мушил сюда может пройти арон сюда могут пройти надо пью сюда могут подойти 70 старейшин здесь может стать народ каждого было ограждение куда может подойти есть написано в торе что они всматривались всматривались в шину много и что всевышний просто не хотел делать дарование торы отложил их смерть что всматривали шину сматривались бога что нельзя делать и есть дуба меня еще одно которое говорит что они шли замуж шару нам и говорили ну когда они умрут чтобы возглавили этот народ это очень странное тяжелое мнение и один из рэба из волковира объяснял так что на самом деле они говорили с ужасом когда они умрут что мы возглавились народ потому что они не хотели этого то есть не то что надо понимать что они мечтали когда умрут уж и моши арона не возглавят народ не это они говорили об этом с ужасом рыба из волковира то есть мы видим что есть такой спектр огромный спектр мнений какой грех совершили дети арона но точно мы в общем-то этого не знаем у нас в танахе есть 12 мест и рассказывается о том что сходит огонь из небес 6 к добру и 6 к злу ну как бы к злу к добру это жертва гидона добру огонь поглотил жертвой тоже в этот день остился с небес и плоти у жертвы третье жертва мануаха это был отец шимшона жертва царя давида жертва царя шлама во время освящения жертвенника и жертва пророка ильяу на горе кармель когда пророк ильяу позвал на веба броков которые кланялись идут по имени барь и сделал такое соревнование на горе кармель что каждый из них принесет жертву и то чья жертва будет принято то тогда он как бы победил такое соревнование стоил ли ау анаби понятно что всевышний спустился огонь всевышнего и поглотил жертву а у пророков бааля так получилось что человек который они посадили чтобы поджечь огонь обдулла за жигай воку сила змея и булки дужа шем было освящением и не бога несмотря на то что или ау навиг как бы нарушил тору это называется в раджа временное нарушение торы который может позволить себе только пороки цадык потому что нельзя было приносить уже на вершинах гор жертвы несмотря на это всевышний принял его жертву огонь спустился с небес и поглотил жертву пророка или ау к злу шесть видов огня которые спускали станах и к злу огонь который умертвил надавая бигу одор огонь который умертвил жалующихся евреев в пустыне огонь который жёг двести пятьдесят человек из компании короха дважды посылал царях азия ха дважды посылал царь ахаз схватить рока ильяву по 50 людей и карты раз их пожирал огонь и шестой скот юноши его платил огонь то есть шесть раз к добру и шесть раз к злу был принесен был спущен огонь с небес так говорят наши мудрецы почему еще говорят что ибо и машине не было в день восьмой что это день траура так что наш мудрец объясняет так что восьмой день когда еврей наступает седьмой день это день шаббат когда и бред наступает седьмой день шаббат евреи когда соблюдает шаббат достойно и учит тору в него в этот день у них грехи как бы искупаются и тогда первый день недели наступает день 1 но если еврей проводят шаббат бесполезно если он проводит его как будничные дни не говорится об еврей который нарушает шаббат говорится об евреи который проводят его как будничные дни то тогда этот восьмой день является печальным по ибо и машине восьмой день день кто наступает после шаббата потому что все грехи которым должен был искупить шаббат они не искупились это только восьмой день поэтому язык печали наступает то есть тот-то тот-то пыль грехов который еврей собрал в течение недели не была искуплена шаббатом все-таки возникает такой вопрос почему были так наказаны сильно сыновья ароны если мы даже не знаем какой они совершили грех почему они были так сильно наказаны объясняется так если упадет у вас шницель и к нибудь еда на пол будете то есть понятно что нет даже если вам скажут что пол чистый вот только что мы ли понятно что вы не будете есть понятно что пол чистый но не для того чтобы использовать его как тарелку а если есть хирург который придет и скажет извините у меня сейчас сложная операция и мне нужен нож могу я воспользоваться ножом который тебя есть на кухне сейчас понятно что этот хирург убийца потому что он обязан делать операцию стерильным ножом открывает пакетик достать стерильный нож только тогда он может только тогда он может работать и но даже если он доставать тот нож и оставил его и пошел пить кофе потому что вспомнил что он не пил кофе утром после он оставил нож лежать без присмотра он тоже не может пользоваться этим ножом понятно что можно таких примеров приводить множество то есть чем больше садок чем больше правительный муж и говорили об этом сегодня потому что baby ну чем больше праведник тем больше ведь нейца пятно на его одежде чем больше правитник тем больше требуется ему чистота тем больше требуется ему стерильность, чтобы никто его ни в чем не заподозрил, не дай Бог. В то же время есть такие праведники, которые стоят настолько высоко, и Всевышний настолько их любит, что он открывает им тайны Торы. Если их могут заподозрить в чем-то, они не виноваты. Рассказывал Равшал Мшадрон о таком рабе по имени Раф Медини. Раф Медини жил в Хевронии, до этого он жил в Турции. В Турции он учился в Ешиве. В Ешиве он был мальчик, который очень любил человека, который спонсировал эту Ешиву, потому что он видел, что он большой матмит, что он учит Тору по-настоящему, что он постоянно учит Тору. В то же время сейчас, извините, секундочку. В Ешиве учился такой очень способный парень, но который не был такой матмит, матмит – это человек, который учит Тору постоянно, не переставая. Таким был Раф Ильяшев, таким был Раф Хайм Каневский, его зять, который скончался пару дней назад, которого хоронили недавно. Человек, который не отрывается от Торы постоянно, он держит в руках гемару, он не отрывается от нее. Мы видели даже, наверное, все, как Раф Хайм Каневский упал в изнеможении и умер буквально в своей комнате, где учил Тору. Он был в Толите, который был на нем надет в его комнате, в которой он постоянно учил Тору. Он там же и умер. Вы можете спросить, почему он умер? Если человек учит Тору, то он не может умереть. Может быть, он отвлекся на секунду, как царь Давид, потому что пришел час его. Так вот, Раф Хискиау Медини, он был большой матмит, но в то же время он рассказывал, что не было, у него сияты дешмая такой, не было большой помощи с небес. То есть он был таким средним учеником, хотя учился постоянно. Вот этот парень, который был очень способный, который ему завидовал, которого не так любил спонсор Ешивы. Он решил ему отомстить. Ну, завидовал, что он решил сделать. У них там работала уборщица, не еврейка. Он договорился с ней, что в 5.30 утра, когда она приходит убирать, перед тем, как все приходят учиться. Она поднимет крик, а кто в 5.30 присутствует в Ешиве? Только Раф Медини, только этот парень. И потом уже не надо ничего будет говорить. Если она поднимет крик, уже все сделают вывод сами, что произошло. Так оно и было. Он заплатил ей деньги, она в 5.30 зашла Ешива, начала убирать. И тут стало жутко кричать. Тут сбежались все. Поняли, она показала на Раф Медини, поняли, что он виноват. Стали говорить, о, он так строит из себя цадык, он строит из себя праведника. Посмотрите, как он себя ведет. И все возможные вещи, которые можно сказать про человека, которого подозревают в этом. А что делал Раф Медини? Он сидел, учил Тору, не отвлекался. Он сидел и учил Тору. Продолжил учить Тору. В этот момент зашел спонсор. Он увидел, как Раф Медини сидит и продолжает учить Тору. Он ничего не сказал. Сказал, что не может быть этого. Этого не может быть. И ушел. Через несколько дней он уволил уборщицу, которая пришла к Раф Медини просить. Она сказала ему, я тебе скажу всю правду, что было. Меня подкупил этот парень, который учится у вас в Ешиве, чтобы я подняла крик. Вот сейчас меня уволил спонсор, попроси его, пожалуйста, чтобы он меня снова принял на работу. Ни слова не говоря, Раф Медини попросил, чтобы ее снова приняли на работу. И тогда он рассказывал, рассказывал Раф Швадрон, что в Раф Медини открылись порота мудрости. Он составил знаменитый Сде Хэмет книгу-энциклопедия еврейской жизни, энциклопедию Талмуда, энциклопедию Торы. Сде Хэмет называется труд, который он написал. Это в отношении Цадыка Праведника, которого любит Всевышний. В этой главе у нас рассказывается о законах кашрута. Надо сказать, что в законах кашрута огромное количество. Их очень много, очень много мецвод, очень много запретов, заповедей, связанных с законами кошерной пищи. Туран нам рассказывает в этой главе, что есть четыре вида хая, животных. И это бхема, домашний скот. Хая здесь лишнее слово. Хая говорится, потому что человек, который соблюдает законы кашрута, он остается вечно живым. Хая, это намек на это. Законы кашрута говорят нам так, что есть животные, у которых есть раздвоенные копыта, оно и животное отрыгивает жвачку. В таком случае его можно есть. Если присутствует, не присутствует ни один из признаков чистоты животного, то его нельзя есть. Есть всего четыре животных в мире, у которых есть один признак чистоты, один признак не чистоты. Есть верблюд, есть кролик или заяц. С одной стороны, у которых один признак чистоты, что у них раздвоенные копыта. Есть свинья, которая раздвоенные копыта, но она не отрыгивает жвачку. Искали в мире разные типы животных, чтобы у них был один признак чистоты, а другой признак не чистоты, потому что Тора перечисляет всего четыре таких животных и нашли. Это понятно, что из-за того, что Макшир Абейн, понятно, что он не был зоологом. Понятно, что свои сведения он получал с небес. И точно так же рыба. Если у нее есть чешуя, написано в Торе, что она Коширна. Если у нее нет чешуи, то она не Коширна. Я знал в Тбилиси одного человека по имени Эммануэль. Он был герцедок, потом приехал в Израиль. Здесь он принял Геур. Когда ему было 20 лет, Эммануэль, он был большой антисоветчик, он решил бежать из Советского Союза. Договорился с капитаном турецкого корабля, который его благополучно выдал советским властям. Он получил 8 лет мордовских концлагерей за то, что он хотел бежать из Советского Союза. И он потом рассказывал лично мне, что что на него такое произвело сильное впечатление. Дело в том, что он был по отцу грузин, по матери бельгийц, но не был еврейской крови. Он рассказывал, что в мордовских концлагерях он видел евреев, которые ели только хлеб и пили только воду. И когда они были настолько слабы, рассказывал он, что когда дул ветер, небольшой ветерок, то они чуть ли не падали с ног. В то же время они соблюдали, даже в концлагере они соблюдали кашуру. Мой учитель. Да, так вот, это такое произвело на него впечатление на Рафа Эммануэль, на Эммануэля, что после того, как он вышел из тюрьмы, он сделал обрезание, и потом он приехал в Израиль, здесь он работал у Котеля, может, кто-то его встречал, Герцедок, его звали Эммануэль. Я не знаю, я потерял с ним связь, я не знаю, сейчас жив ли он, потому что, когда он работал охранником у Котеля у стены плача, ему нанес на живое ранение арабский террорист. Он долго был в больницах, но в итоге он выкорпался из этого, слава Богу. Такая была решила для русских евреев, в Шрутаме он туда приходил, ему звали Эммануэль. Так почему мы говорим, что в законах Кашрута есть такая сила? Есть такая огромная сила, что наши мудрецы говорят в Талмуде, что Всевышний сделает так, что праведник не споткнется в законах Кашрута. Праведник, он может споткнуться в других законах, но в законах Кашрута он споткнуться не может. В каких законах он может споткнуться? Рассказывает нам, Гимар, например, случай про Раби Ишмаэля Бен-Элишу, Коэн-Гадоля, который споткнулся в том, что мудрецы сказали, чтобы один человек не учил Тора, не читал бы при свете керосиновой лампы. Почему? Потому что он может забыть и подправить. И говорит Раби Натан в Талмуде, что Раби Ишмаэль забыл и подправил лампу, потому что он решил, что он точно не подправит, он будет помнить. Подправил, увеличив огонь и сказал, что он принесет жертву хатат, когда будет построен храм. Рассказывает нам Талмуд, что Раби Иуда Бен-Табай ошибся, когда он решил, что один из свидетелей злоумышленник и приговорил Бог к смерти. Он ходил потом всю жизнь на его могилу, чтобы искупить свою вину. В то же время говорят наши мудрецы, что в законах Кашрута праведник споткнуться не может. Почему так? Что такое закон Кашрута? Почему так много заповедей сказано про Кашу? Почему в Торе написано три раза «не вари козленка в молоке его матери»? И с этого мудрецы наши делают вывод, что есть запрет на то, чтобы есть мясное с молочным, для того, чтобы иметь от этого выгоду, для того, чтобы варить мясное с молочным. То есть есть это нельзя, даже мудрецы делают запрет, что не только несваренное вместе нельзя есть. Нельзя есть, ну нельзя, например, поесть мутерброд с сыром и колбасой. Даже если не кошерны, понятно, потому что они, это мясное молочное, хотя это даже не сварено вместе. Знаете, караимы, которые толкуют Тор немножко по-иному, я рассказывал израильский консул, что как-то он летел с одним из караимов в самолете, одним из караимских так называемых раввинов, и тот ел хлеб с сыром и с колбасой. Я не знаю, насколько они были кошерные. И когда он удивленно его спросил, как же он раввин, караимский, и так он ест мясное с молочным, то он сказал, что они не сварены, а мы в Торе учим, к тому же это не молоко его матери. Мы в Торе читаем, не ешь козленка сваренного в молоке его матери. Понятно, отсюда мы можем сделать вывод, какую Тору имеют караимы, если они так понимают Тору. Понятно, что понимание мудрецов Тора невозможно. Только понимание мудрецов делает нам понятной Тору. Если бы не было понимания мудрецов, как бы мы понимали слова, которые написаны в Торе, и будет это знаком на руке, будет знамение между глазами твоими. Во-первых, мы знаем, что такое знак, что это должен быть специальный парашют, специальные главы Торы. Что такое знамение? Это должны быть специальные главы Торы. Между глазами твоими? Почему между глазами твоими? А отфелин одевают здесь, когда начинают расти волосы. Не между глазами. Тот, кто одевает между глазами, он не соблюдает заповедь, так как нужно. То есть понятно, что без понимания мудрецов Тора не будет такой, как она есть. Мудрецы ввели запрет на то, чтобы курицу, хотя курица не является животным, чтобы курицу тоже не есть с молоком, потому что люди могут легко ошибиться и решить, что если можно есть курицу с молочным, то можно и мясо есть с молочным. Есть запрет, касающийся гидоноше, жилы, которые находятся в задней части коровы, тоже запрет из Торы. И запрет кушать кровь, из-за нее части коровы. То есть мы видим, сколько есть запретов, связанных с кашрутом. Мы знаем, что в Песах есть запрет, который связан с мацой. Так что мы можем кушать только мацуни, можем кушать хамец. Это тоже законы кашрута. Почему такое внимание уделяет Тора законам кашрута? Конечно, было бы глупым считать, что вся причина заключается в том, как некоторые глупцы объясняют, что евреям было жарко в пустыне, а свинина быстро... Почему это глупо? Потому что дело в том, что не только свинина быстро портится в пустыне, находятся евреи. Другие виды мяса, верблюжье мясо, например, используются арабами, так они едят верблюжье мясо, хотя евреи его не едят. Понятно, что запрет не только в свиньи, запрет во всех законах кашрута. И понятно, что если бы не эти законы кашрута... Их огромное количество. Почему их так много? Ответ на хвену находится в самой Торе. Дело в том, что кашрут не является хоком, законом, который не имеет логического объяснения. Но если мы немножко заглянем в кабалу, а мы вынуждены заглянуть в кабалу, нам очень любопытно. В Торе на то, что представляет из себя законы кашрута, почему они так строги, почему так важно их соблюдать, почему праведники не могут в них споткнуться. Дело в том, что каждый из законов, который нарушается в Торе, является чем-то внешним. Если человек нарушает какой-то запрет, в Торе запрет внешний, он не становится частью его самого. Но если человек ест некошерное, то оно становится частью его самого. Оно входит в кровь. Оно входит, оно становится частью нас самих. И как написано, оно делает... Венитметем вам. Венитметем, что вы будете оскверняться в них. Написано без буквы Алиф. То есть будет темтум. То есть будет глупость к вам приходить. То есть вы будете, если будете не кушать некошерную еду, то у вас будет темтум. У вас будет глупость, которая будет сидеть в ваших головах и которая не будет вам давать понимать Тору. Кемара полна историями о том, как некошерная еда способствовала тому, что некоторые люди уходили из Торы. Ну, в частности, давайте скажем первая история насчет Мушера Бэйн. Известно, что Мушера Бэйну, ему батя, когда его нашла, он не ел грудь кипецких женщин, кипецких кормилиц. И поэтому ему привели его мать. Теперь рассказывает нам история. Рассказывает нам Тора, Медраж, что Мушера Бэйну, когда вырос в доме фараона, в один из дней, когда он был еще ребенком, он взял корону с головы фараона, надел на себя. И все стали говорить, ну, смотри, это то самое, что тебе было предсказано, что выйдет человек, который у тебя отнимет власть, надо уничтожить, надо убить этого ребенка. Сказал и Тро, который был одним из советников фараона. Да он глупый ребенок, что он понимает, какая власть, что вы говорите. Он ничего не понимает, он просто взял эту корону, ничего не понимает. Кстати, если бы Тро не вмешался, он бы не получил потом такого зятя к Мушера Бэйну, не было бы такого зятя, если бы он не вмешался своим советом. Отсюда говорят от имени Хатам Суфера, что все, что человек делает, он делает для себя, и плохое, и хорошее. То есть в итоге это оборачивается для него самого. Для Итро обернулось тем хорошим, что он дал совет фараону не убивать Мушера Бэйну, что он стал его зятем, а в итоге он стал тестем великого человека, тестем царя, еврейского народа. Пророка, которого равно не будет в истории человечества. Так вот, Итро сказал, давайте проведем такой опыт, просто не так же, нельзя было на слова ему поверить. Дадим ему, с одной стороны, положим золотые монеты, с другой стороны, положим горящий уголь. Горящий уголь. И что он возьмет? Если он возьмет монеты, значит, он соображает, если он возьмет уголь, значит, он не соображает. Так вот, Мушера Бэйну взял уголь, положил его в рот. От этого он стал заикой, он заикался потом всю жизнь из-за этой истории. Так рассказать нам Медраж. Возникает вопрос, ну хорошо, ребенок, который берет горящий уголь, что он делает? Он кладет его в рот, попробует, он бросает его на землю. Зачем он положил его в рот? Есть объяснение, что он сделал хагалу, что он сделал своему рту хагалу, то есть, то, что делают перед Песохом. Значит, если, например, делают кошерную посуду на Песох, то из-за того, что его устали, из-за того, что его рот кушал не еврейское молоко, он сделал хагалу своему рту. Такое есть объяснение. Рассказывает нам Гемара, что мама как Элиши Бен-Абуя. Элиши Бен-Абуя был человек, которого называют Гемара Ахер, человек, который ушел из Торы, будучи великим мудрецом Торы. Как это произошло? Гемара рассказывает разные истории, но первая история, которую рассказывает Гемара, она произошла еще тогда, когда Элиши Бен-Абуя был еще в чреве матери. Она проходила мимо дома Водазара, мимо дома и дала поклонство. Это был Йом-Кипур, она была беременна. Она почувствовала запах еды и попробовала эту еду. Эта еда вошла в кровь, эта еда вошла так Элиши Бен-Абуя, что это потом на него повлияло тем, что он ушел из Торы. Мы видим, что даже настолько влияет некошерная еда, она может повлиять на младенцев в чреве матери. Рассказывает нам еще историю, что мать Раби Йоханана была в Йом-Кипур, я тоже одолел булмус, так сообщает нам традиция, ее одолел. То есть она была в состоянии того, что не так могла умереть. И тогда, если она беременна, и она в Йом-Кипур просит еду, то ей дают. Но ей шепчут до этого, написано в Шухан-Рухе, что ей шепчут до этого, что Йом-Кипур. И когда ей прошептали, что Йом-Кипур, она опомнилась, и она в результате родила Раби Йоханана, она не поела Йом-Кипур. С другой стороны, рассказывает нам Турад, нам Талмуд у другой женщины, которая поела, Йом-Кипур, которая почувствовала, ей прошептали, все равно она поела. И от нее родился человек, которого называли от Сэр Перот, то есть которого называли Сэр Перот. Не помню его имя. Сэр Перот, то есть он держал плоды, которые он сохранял для того, чтобы потом поднять цену на них. Опять-таки говорит нам Турад, что на него повлияло то, что его мать поела, когда он был в ее чреве. Не говоря уже о том, насколько некошерная еда может повлиять на человека, говорят наши мудрецы, одни из последних мудрецов, что бывает так, что, не дай Бог, ребенок вдруг не хочет молиться, вдруг не хочет не хочет учить Тору. И надо очень внимательно проверить, что он ест. Есть еще одно мнение, которое более глубокое, которое говорит, надо проверить, кошерные ли деньги, которые зарабатывают его родители, которым они его кормят этими деньгами, едой. То есть не покупают ли они ему еду на ворованные деньги. И это может повлиять на человека. Насколько важно соблюдать кашрут. И поэтому, наверное, опять-таки, если заглядывать в кабалу, мы можем понять, почему сопрещены такие хищные птицы, например, или хищные звери. Снова мы знаем, что разрешены в еду кошерные птицы, кошерные звери, кошерные птицы, они обычно травоядные. Почему? Они не хищники. Почему? Потому что, когда человек ест, или он ест кровь, или он ест от хищных птиц, или от хищных зверей, то он получает в себя эти качества, которые есть в этих зверях, в этих птицах. Известно, что это поступает ему в кровь, и это делается его сущностью, поступает ему в душу, то есть он становится сам таким. И поэтому евреи, в которых душа устроена особым образом, и можно повредить ей серьезно, не дай бог, некошерной едой, настолько, поэтому есть законы кашрута, которые нам говорят, насколько человек должен остерегаться, чтобы не есть ничего некошерного. в последок я вам расскажу историю про одну из птиц, которая запрещена в еду, которая называется хасида, цапля. Если мы буквально переведем хасида, это означает праведница, да? Почему она называется праведница? Потому что она делает добро, она оставляет еду, когда у нее есть еда, она оставляет еду своим близким, мужу там, детям и так далее. Какой-то вопрос тогда, почему она некошерна для еды? Объяснял один из мудрецов, он говорил так, она оставляет еду только своим близким, она заботится только о своих близких, на дальних ей наплевать. Так она тоже некошерна, еврей должен заботиться обо всем мире, о своих близких, о своих дальних, молиться за всех и быть ответственным за все и про все. На этом я заканчиваю свой сегодняшний урок. Счастливого вам, до свидания, очередь.